Здравствуйте, меня зовут Анна Пестова, я младший научный сотрудник отдела современного русского языка Института русского языка имени Виноградова. Я участвую в составлении двух словарей — толкового словаря русской разговорной речи и академического толкового словаря русского языка. Как очевидно, из названия моей лекции она поможет вам разобраться, как отличить толковый словарь от бестолкового. Несмотря на шутливость формулировки, на самом деле тема эта весьма актуальная и злободневная, а вовсе не праздная. Мы с вами обсудим, как выбрать толковый словарь, в каком представлена самая точная и актуальная информация о современном русском языке, кто составляет толковые словари, как это делается, можно ли доверять электронным толковым словарям и некоторые другие вопросы, касающиеся словарей. Итак, почему у нас вообще возникла идея такой лекции? В последние десятилетия резко возросло количество словарей русского языка — орфографических, орфоэпических, толковых, фразеологических, словарей иностранных слов и многих других. Неудивительно, что рядовому пользователю непросто разобраться в таком изобилии. Современную ситуацию многие специалисты характеризуют как лексикографический бум. До 90-х годов прошлого века словари составляли только высококвалифицированные авторитетные специалисты-лексикографы. И словарное дело было строго упорядоченным, системным. И, как правило, составление словарей было госзаказом. В 90-е и последующие десятилетия появилось огромное количество неаутентичных коммерческих, ненаучных изданий. Например, современные переиздания словаря Даля. На их обложках значатся адаптированный словарь, иллюстрированный словарь Даля, либо детский словарь Даля. Однотомный словарь Ушакова. А я напомню, что словарь Дмитрия Николаевича Ушакова был издан в 30-е годы прошлого столетия, и издан он был в четырех томах, и с тех пор академической переработке он не подвергался. Различные новейшие и самые полные толковые словари. Есть среди них даже издание под названием «Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века». Читателя должен насторожить плеоназм «самый новейший» на обложке книги, потому что едва ли его могли допустить квалифицированные специалисты-языковеды. Так как же выбрать словарь? Как отличить толковый словарь от бестолкового? Лучшие толковые словари – академические. Такие словари составляются лингвистами, работающими в академических институтах, и издаются они под грифом Российской Академии наук, либо до 1991 года Академии наук СССР. Этот гриф ставят на обложке, либо на титуле издания. Покажу это на примере академического толкового словаря русского языка. Вот этот гриф на обложке и на титуле издания. Российская Академия наук, Институт русского языка имени Виноградова. И такой гриф – это не дань традиции, а необходимый знак качества, который свидетельствует о том, что над словарем работали высококвалифицированные специалисты-лексикографы. Ну и при соблюдении этого параметра круг толковых словарей значительно сужается. Назовем и вкратце охарактеризуем авторитетные толковые словари, составленные и изданные за последние сто лет и имеющие статус академических. Во-первых, это толковый словарь русского языка Дмитрия Николаевича Ушакова, изданный в четырех томах. Идея его создания принадлежит Ленину, который в 1920 году написал Луначарскому. «Недавно мне пришлось, к сожалению и к стыду моему впервые, ознакомиться с знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка? Скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького. Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек? Как бы вы отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка. Не делая шума, поговорите со знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне ваше мнение». К работе над словарем были привлечены выдающиеся языковеды во главе с Дмитрием Николаевичем Ушаковым. Это Виктор Владимирович Иноградов, Григорий Осипович Винокур, Борис Александрович Ларин, Сергей Иванович Ожегов и Борис Викторович Томашевский. Следующий словарь – это словарь русского языка Сергея Ивановича Ожегова, его многочисленные переиздания. Он стал самым популярным толковым словарем XX века, поскольку был удобен для массового читателя, ведь это был первый однотомный словарь. Любопытно, что изначально он задумывался как переработка четырехтомника Ушакова, но уже в процессе работы выяснилось, что формат малого словаря требует кардинального пересмотра принципов лексикографического описания. С 1972 года словарь издавался под редакцией Натальи Юлевны Шведовой, а в 1992 году словарь Ожегова стал словарем Ожегова-Шведовой, потому что на его обложке стояли уже фамилии двух авторов. В 2007 году вышел «Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов» под редакцией Натальи Юлевны Шведовой. Будучи продолжением и развитием словаря Ожегова-Шведовой, тем не менее, он является уже самостоятельным изданием. Его отличительной особенностью является этимологическая зона, в которой представлены сведения о происхождении слова и о его соответствиях в других языках. Большой академический словарь в 17 томах был полной противоположностью словарю Ожегова. В нем даны толкования более 120 тысяч слов. Сравните, в словаре Ожегова их было около 50 тысяч. В качестве примеров приводятся цитаты из художественной литературы, а в словаре Ожегова приводились только короткие словосочетания. В настоящее время, с 2004 года, Институт лингвистических исследований Российской академии наук ведет работу над новым изданием Большого академического словаря. На данный момент вышло 26 томов. Предполагается, что объем его словника составит более 150 тысяч слов. Малый академический словарь – это своего рода золотая середина между словарем Ожегова и Большим академическим словарем. Он был задуман как словарь, который мог бы заменить четырехтомник под редакции Ушакова, который к 50-м годам прошлого века уже заметно устарел. Объем масса малого академического словаря составил около 80 тысяч слов. В 80-е годы вышло исправленное и дополненное издание малого академического словаря, а сейчас на его основе в Институте русского языка имени Виноградова идет работа над академическим толковым словарем русского языка. В 2016 году вышло два тома. Покажу вам первый том, который я уже вам показывала. Третий сейчас готовится к печати. Как раз на этой лекции я расскажу вам о работе над этим словарем подробнее. Ну и, наконец, еще один академический словарь – это Большой толковый словарь русского языка, который является по замыслу его главного редактора Сергея Александровича Кузнецова преемником двух основных академических словарей, изданных в СССР – Большого академического словаря и Малого академического словаря. Его словник около 130 тысяч слов, и все они в одном томе. То есть, своего рода это уникальный словарь. Будучи по объему словника большим, как Большой академический словарь, по компактному описанию лексики он ближе к словарям кратким, как словарь Кожикова. Итак, резюмируем ответ на вопрос, как отличить толковый словарь от бестолкового. Несмотря на обилие толковых словарей на полках книжных магазинов, авторитетных изданий, вышедших за последние столетия, не так уж много. Они составлены опытными лексикографами, учеными Академии наук СССР и Российской академии наук. Чтобы узнать значение слов, их стилистическую окраску, сочетаемость и другие сведения о словах, лучше всего обращаться именно к этим словарям. С чего начинается работа над толковым словарем? Она начинается составление словника. Словник — это список слов для словаря. За словником стоит кропотливая работа составителей словаря, которые решают, какие слова войдут в словарь, а каким в нем не место. Язык, как известно, постоянно меняется, что особенно заметно по его лексическому составу. Какие-то слова уходят, появляются новые слова, какие-то меняют свои значения. Кроме того, меняется стилистическая окраска слова, и поэтому слова, которые прежде были за пределами литературной нормы, со временем могут войти в литературный язык. В каждом конкретном случае составителям необходимо принять решение о включении или не включении слова в словарь. Основным критерием при этом является употребительность слова в литературном языке. Я расскажу вам о словнике академического толкового словаря русского языка, в работе над которым я принимаю участие. Для краткости мы называем его атос. Словник атоса включает в себя разнообразную лексику — устаревшую и новую, книжную и разговорную, высокую, стилистически нейтральную и сниженную, специальную и общеупотребительную. При этом акцент делается на описании ядра литературного языка, потому что атос является нормативным словарем. Словник первых томов атоса добавлено по сравнению с малым академическим словарем, на основе которого мы создаем свой словарь, несколько сотен новых слов. Ведь за четыре десятилетия, которые разделяют эти словари язык, пополнился многими словами. Если взглянуть на некоторые нововведения атоса, мы увидим, что словарь является своего рода лексикографическим снимком эпохи. Так, в словник первых томов атоса включены такие слова, как аниматор, блок, автозак, боулинг, гастарбайтер, гипермаркет, евро, загранпаспорт и многие другие. Добавлены термины, например, валидный, венчурный, анестетик, вакцинироваться. Добавлены новые разговорные, просторечные, жаргонные и сленговые слова, например, безбашенный, болтология, встречка, воображала, бомбила и многие-многие другие. Кроме слов добавлены также употребительные части составных слов, например, гига, гигабайт, гигагерц, гипер, например, гиперинфляция, генный, например, гомогенный, канцерогенный. И, наконец, существенно расширился список устойчивых словосочетаний. В академическом толковом словаре описаны фразеологизмы, которых не было в малом академическом словаре. Например, глаз-алмаз у кого-либо, база данных, белый и пушистый, энергетический вампир, банановая республика и многие другие. С другой стороны, из словника Атоса исключена неактуальная лексика. Это малоизвестные областные слова, например, жамка, задворок, просторечные слова, авось-либо, вертячка, загануть, устаревшие разговорные слова, например, жантильничать, заглазный, загруститься. Исключены узкоспециальные термины, например, думбкар, жаротрубный котел, забалластировать. А также слова, называющие неактуальные явления, предметы, лица, например, агитпоход, альфрейщик, бумагопредение, жардиньерка, загудронировать. Некоторые лексические единицы принципиально не включаются в словник академического толкового словаря. Это имена собственные, за небольшими исключениями. Названия торговых марок и лекарств, кроме самых употребительных, таких как анальгин, аспирин. Не включаются слова кентавры. Это слова, одна из частей которых пишется латиницей, например, пин-код. Аббревиатуры, опять-таки, за исключениями, тех, которые воспринимаются говорящими и употребляются как обычные существительные, например, ЗАГС, ВУЗ и тому подобное. И, наконец, напомним, что АТОС — это нормативный словарь, поэтому в нем нет места ни цензурной и ни нормативной лексики. Добавлю, что даже утвержденный авторским коллективом словник не является окончательным. В ходе работы над очередным томом мы постоянно обсуждаем включение в него новых слов и исключение слов устаревших. Иногда это вызывает у нас бурные дискуссии. Ведь процесс языковых изменений не останавливается никогда. Слова актуализируются, уходят на периферию употребления, появляются новые лексические единицы. И наша задача — ухватить эту ускользающую картину. Я подчеркну, что перед нами ни в коем случае не стоит задача зафиксировать все встречающиеся нам новые слова. Наша задача — это описать устоявшуюся лексику. однако трудность в том, что не всегда бывает легко оценить перспективы слова в языке. Покажу это на примере слова «актерка». В словаре Ушакова и в Большом академическом словаре оно дается с пометой «просторечная». В малом академическом словаре добавляется еще помета «устаревшая», то есть оно маркируется там как «просторечная устаревшая». Эта же помета «просторечная устаревшая» сохраняется и в нашем академическом толковом словаре 2016 года. Однако уже после выхода первого тома Атоса в свет актуализировалась система феминитивов, и слово «актерка» постепенно активизируется, что можно подтвердить примерами из прессы, которых становится все больше. Активизация феминитивов ставит перед лексикографами ряд непростых вопросов, начиная с принятия решения о включении каждого из них в словник академического толкового словаря и заканчивая их стилистической окраской. И это лишь одна трудность, с которой сталкиваются авторы словаря еще на начальном этапе работы, на этапе составления словника. Теперь поговорим о том, как создается основное содержание толкового словаря, как пишется толкование. Как я уже говорила, мы берем за основу малый академический словарь. Изначально Атос задумывался как его косметический ремонт. Но уже в ходе работы над первым томом выяснилось, что косметическим ремонтом здесь не обойтись. За 40 лет многое изменилось и в языке, и в окружающей нас действительности. А это, в свою очередь, снова отразилось на языке. Во-первых, нам необходимо дать толкование новых слов, которых не было в малом академическом словаре. Во-вторых, нам необходимо истолковать слова, значения которых изменились за эти десятилетия. Ну и, наконец, еще одна задача — это толкование слов, у которых появились новые значения или новые оттенки значений. Я проиллюстрирую каждый из этих случаев отдельно. Возьмем, к примеру, слово «анимация», которое отсутствовало в словнике малого академического словаря. Как работает лексикограф, чтобы дать толкование новому слову? Составители словарей до компьютерной эпохи использовали для этого академические картотеки в виде алфавитного собрания примеров употребления слова в литературе, в художественной литературе, в публицистических текстах, в научной литературе. Сейчас работа лексикографа значительно упростилась благодаря появлению электронных баз данных и, в первую очередь, появлению национального корпуса русского языка. Итак, заглянув на национальный корпус русского языка, лексикограф видит примеры, которые можно разделить на три группы. В первой группе у нас примеры, которые связаны с мультипликацией, и таких примеров большинство. Вторая группа примеров связана с компьютерным изображением движущихся объектов. И третья группа примеров связана с развлечением отдыхающих на курортах, в домах отдыха и тому подобное. Анализируя эти и другие примеры, составитель словарной статьи выделяет три значения. слово «анимация». И словарная статья после обсуждения в авторском коллективе выходит в следующем виде. Первое значение – киносъемка рисунков или кукол, изображающих отдельные элементы движения, а также фильм, полученный с помощью такой киносъемки. То же, что мультипликация. Второе значение сопровождается стилистической пометой «инф», это значит термин информатики. И толкуется оно так – изображение движущихся объектов на экране компьютера. И третье значение – развлечение отдыхающих на курортах, пансионатах и тому подобном специально нанимаемыми актерами, которые разыгрывают комические сценки, устраивают различные представления и тому подобное. Отмечу, что ни в одном академическом толковом словаре, кроме академического толкового словаря русского языка, не описаны все три современных значения слова «анимация». Так, в Большом толковом словаре под редакцией Кузнецова описано только одно значение – мультипликация. В новом Большом академическом словаре описано два значения – мультипликация и движение объектов на экране компьютера. А вот третье значение – развлечение отдыхающих на курортах – не описано нигде, кроме Атоса. Таким образом, толкуя слова, которые отсутствовали в малом академическом словаре, лексикограф действует примерно по следующему алгоритму. Во-первых, он изучает примеры употребления слова в различных контекстах. Затем он группирует эти примеры по значениям. Ну и, наконец, он формулирует значения, опираясь на собственные знания о предмете, действии, явлении и на знания других членов авторского коллектива. Теперь посмотрим, как работает лексикограф над толкованиями слов, которые были в малом академическом словаре, но значения их за несколько десятилетий изменились. Одним из ярких примеров является слово «бизнес». Посмотрите, как толковал его МАС. «Деловое предприятие», «ловкая афера» и тому подобное, как источник личного обогащения, наживы. При этом в малом академическом словаре стоит стилистическая помета «раск», то есть разговорное слово. И в малом академическом словаре нет ни одного примера употребления этого слова. Составители АТОСа, по сути, сделали новую статью, поскольку в современном русском языке от прежнего толкования не осталось практически ничего. И статья «бизнес» в первом томе академического толкового словаря выглядит так. «Предпринимательская деятельность» — это толкование. Затем даются речения. Это самые типичные словосочетания, в которых употребляется это слово. «Большой бизнес», «малый бизнес», «строительный бизнес», «партнер по бизнесу», «заняться бизнесом». Затем даются примеры употребления в художественной литературе. И дается за двумя вертикальными палками оттенок слова с пометой «разговорное» о том, что приносит доход, прибыль. И, наконец, в конце словарной статьи дается фразеологизм — устойчивое словосочетание со словом «бизнес». «Теневой бизнес» толкуется как «незаконная предпринимательская деятельность». И, наконец, посмотрим на толкование слов, у которых появились новые значения. Проиллюстрируем этот случай глаголом «загрузить». У него появилось три новых значения. Первое новое значение дается с пометой «инф», которая нам уже встречалась. Это термин информатики. И толкуется оно так. Включить электронное устройство или запустить какую-либо программу на нем. Например, загрузить браузер, загрузить ноутбук, загрузить рабочий компьютер. Следующее значение тоже из области информатики. Толкуется оно так. Скопировать данные с какого-либо устройства или из интернета на электронное устройство, либо с электронного устройства в интернет. Например, загрузить файл, загрузить программу, загрузить документ с карты памяти. И, наконец, последнее значение, которое добавили составители АТОСа – это сленговое значение. Рассказать кому-либо что-либо неприятное, утомительное, тяжелое для восприятия, вызывающее беспокойство и тому подобное. Например, мне стало совестно. Он пришел отдохнуть, а я так загрузил его своими проблемами. Составление толкований – это кропотливая, тонкая, тщательная работа лексикографов, связанная в первую очередь с анализом употребления слова в различных контекстах, а также с обращением к энциклопедическим справочникам, к собственной языковой интуиции и к языковой интуиции коллег-лексикографов. Ну и в заключение нашей лекции обратимся к вопросу, который часто задают лексикографам. Станут ли словари электронными и можно ли доверять электронным словарям? У электронных словарей, несомненно, есть ряд очевидных достоинств. Во-первых, это скорость и простота поиска, а также возможность принципиально новых типов поиска, например, по картинке. Во-вторых, это доступность. Ведь большинство электронных словарей мы можем найти в свободном доступе. Следующее преимущество — это отсутствие ограничения по объему словника. Ну и, наконец, электронные словари можно постоянно обновлять в режиме онлайн. Однако важно понимать, что при смене формата словаря с бумажного на электронный проблема его авторитетности никуда не исчезает. Проблему авторитетности мы с вами уже обсуждали в начале этой лекции. Можем ли мы доверять конкретному электронному словарю? Кто его авторы и насколько они компетентны? Интернет-словари, созданные в интернете непрофессионалами, могут выигрывать по перечисленным мной параметрам. Но в них, несомненно, будет множество ошибок, начиная от орфографических и заканчивая неправильными оттолкованиями и некорректно подобранными примерами употребления. Что касается словарей, перенесенных из бумажной формы в электронную, то, конечно, если речь идет об оцифрованных академических словарях, то это прекрасный вариант для пользователя. Но для того, чтобы что-то оцифровать, нужно сначала это создать. А безопытных лексикографов это невозможно. Машина, по крайней мере, пока не способна проанализировать примеры употребления, выделить значения и их оттенки, выбрать нормативный вариант написания из всех, что ей встретились, установить стилистический статус и многое другое, что сейчас делает составитель словаря. Позволю себе здесь процитировать академика Наталью Юлевну Шведову, которая писала еще на заре эпохи компьютерной лексикографии. «Современные компьютерные технологии открывают широкие возможности для компилятивных словарных произведений и таят в себе соблазны быстрого издания громоздких лексиконов псевдотезаурусного типа, в которых создатель рискует превратиться в придаток к машине. База данных сама по себе не знает ничего. Знанием языка обладает только человек, поэтому он обязан относиться к этой базе разборчиво и, приступая к составлению словаря, строго сформулировать для себя принципы и правила отбора. В ином случае, как бы ни было объемно такое сочинение, оно останется собранием списанного, сложенного вместе в одну упаковку, в которой при первом же ознакомлении торчат многочисленные непоследовательности и несуразности. Наша лекция подходит к концу, и я надеюсь, что она пролила свет на работу лексикографов. Благодарю вас за внимание.